Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Наконец-таки мы дождались заседания американского регулятора. Сегодня вечером в 21.00 по московскому времени будут подведены итоги двухдневного заседания, пересмотрена процентная ставка, обозначены обновленные, я думаю, с существенно оптимистичным взглядом прогнозы по инфляции и дальнейшим темпам экономического роста. Плюс ко всему сегодня также состоится и пресс-конференция председателя американского регулятора Джерома Паула, который должен как минимум намекнуть нам, спекулянтам, трейдерам, инвесторам, какой политики ФРС будет придерживаться. Дальше относительно процентных ставок, поскольку до конца этого года будет еще одно очень важное декабрьское заседание и, соответственно, нам было бы очень неплохо сейчас получить сигнал того, что в декабре решения также будут предполагать повышение процентных ставок. Все это необходимо, друзья, для того, чтобы спекулянты получили еще один сигнал, может быть, более убедительный того, как действовать с долларом дальше. Я надеюсь, что вам уже понятен подход дальнейшей торговли по американцу. Вы знаете, что доллар не просто так сейчас растет, вы знаете, что доллар будет сохранять восстановительную динамику и доллар уже всячески, опять же, со всех возможных ракурсов и сторон пытался и неоднократно ему это удавалось сделать, доказать нам, что буквально ничто не способно сейчас каким-то образом спугнуть покупателей, которые находятся в его расположении. Было очень много геополитических рисков, друзья, мы по-прежнему с вами говорим о такой злободневной теме, которая уже поднадоела всем, это торговые отношения Соединенных Штатов Америки и Китая, которые ухудшаются с каждым месяцем, но есть еще пространство для маневров в плане еще большего обострения ситуации. Мы как раз ждем новые импортные тарифы, как и инициатива со стороны США против Китая, которая уже охватит весь китайский импорт. Ну, неизвестно, когда это решение будет принято, я думаю, что до конца этого года уж точно, по крайней мере, Штаты не раз предупреждали Китай, что в случае ответных действий, собственно, Штаты пойдут снова на решение, которое предполагает расширение импортных тарифов. Даже несмотря на геополитику, которая традиционно у нас является фактором спроса на защиту инструмента, мы сейчас видим то, что доллар, обладающий тоже защитными свойствами, но не такими, к примеру, как у франка и иены, все равно остается в лидерах. Поэтому мы уже давно предположили, что доллар и японская иена, это дуэт активов, которые продолжат свое восстановление, это пара, которая очень скоро преодолеет сопротивление 113 и будет претендовать уже на движение в район 115. Ну, о долларе и иене, как и всегда, конечно же, поговорим. Сегодня, друзья, по хронологии и по содержанию экономического календаря начнем мы очень интересный, насыщенный день со статистики по запасам нефти США. Отчет выйдет в 17.30 по московскому времени. Важный релиз, особенно важный сейчас, когда участники рынка гадают, опять же, будут ли по бренду котировки 85, 90, 100 и так далее. Но поскольку буквально все сейчас пестрят заголовками о том, что нефть на пороге 100 долларов за баррель, только этого, друзья, на мой взгляд, должно быть достаточно, чтобы задуматься о всеобщем заблуждении и подумать, опять же, о так называемой такой рыночной трендовой практике, когда курс стоимости актива идет совершенно не туда, куда прогнозирует большинство. По поводу перспектив нефти мы с вами продолжаем говорить, обсуждать все, что происходит на рынке черного золота. Мы продолжаем упорно, опять же, ставить и размещать ордера на продажу, несмотря на то, что серии последних ордеров отложек все-таки были закрыты по стоп-лоссу. Я не оставляю попыток, друзья, поймать вот эту коррекцию, которая, на мой взгляд, уже не то чтобы давно назрела, она должна реализоваться уже в прямом смысле в самые ближайшие дни. И любой более-менее значимый катализатор, в частности, запасы очень неплохо, скажем, традиционно справляются с ролью статистики и отчета, приводящего в движение нефтянку. У сегодняшнего отчета есть возможность, опять же, изменить рыночное настроение, поспособствовать развороту цен на нефти. Соответственно, чтобы далеко не отходить от содержания экономического календаря, помимо того, что в 21.00 мы с вами следим за ставкой, за прогнозами в 21.30 по московскому времени переключаемся на пресс-конференцию Джерома Паула. И замыкать день уже в переходе с среды на четверг будет еще процентная ставка по Новой Зеландии. Напоминаю, что по Новой Зеландцу у нас пока что длинная позиция, мы с вами ждем 0.68, и я надеюсь, что после того роста, который развивается сейчас, есть шансы получить доп. поддержку от этого отчета. По крайней мере, если, конечно же, не в изменении процентных ставок, вероятность этого крайне низка, то, что их скорректирует. Но в улучшенных прогнозах почему бы и нет. По инфляции, я имею в виду, и экономическому росту. До этого у нас были очень сильные показатели по темпам роста ВВП в прошлом квартале Новой Зеландии. Возможно, что руководство Резервного банка Новой Зеландии сейчас воспряло духом и позволит себе попить небольшие дифферамбы национальной экономики и приободрить инвесторов тем, что ситуация улучшается. Да, она далека от идеала, да, еще не те условия, которые могли бы позволить Резервному банку Новой Зеландии повысить процентную ставку, но в то же время это статистика, которая может быть является переходной от крайне плохой к более-менее нормальной, скажем так. Но, еще раз напоминаю, друзья, то, что долгосрочные взгляды по Новой Зеландцу у нас остаются неизменными. Мы хотим увидеть уровень 0,65, но пока что поддались вот локальному тренду, в результате которого новозеланец растет. То есть используем возможности к долгосрочному росту и потом уже будем разворачиваться. Нам не нужно очень много от Новой Зеландца, всего лишь уровень 0,68. То есть примерно 130-140 пунктов мы хотим сейчас взять. И на решение в процентной ставке действительно новозеландский доллар может прибавить, ну уж точно больше 50 пунктов. Теперь давайте детальнее поговорим о том, что происходит на рынке черного золота. 81.15 закрытие минувшей торговой сессии. Сейчас актуальный курс, в принципе, такой же. Соответственно, рынок продолжает отходить от заседания технического комитета ОПЕК плюс в Алжире. Не будем повторяться, опять же, о чем договорились, какие решения были приняты. Лишь напомню, что эти решения немного не вязались с общими рыночными ожиданиями, потому что все рассчитывали, опять же, получить фактические решения о росте объема нефтедобычи, потому что все страны ближневосточного картеля, ну особенно Саудовская Аравия, уже не раз намекала на то, что Иран, будучи одним из основных игроков на рынке углеводородов, в случае прекращения экспорта нефти, своей нефти на глобальный рынок, станет причиной дефицита предложений. И вот в итоге, фактически, по итогам уже заседания, мы получили свидетельство того, что страны приняли решение пока не увеличивать нефтедобычу. Немножко покопавшись, опять же, нашли причины, они, на мой взгляд, на поверхности, если оценить уровень исполнения прошлой сделки, который сейчас составляет 129%, это все свидетельство того, что на даже текущую нефть не хватает спроса. Очень большие надежды у нас по-прежнему остаются на Трампа, в частности, его вчерашнее выступление в Ассамблее ООН, вновь была пестрила, скажем, критика в адрес стран от ближневосточного картеля с обвинениями в том, что они манипулируют ценами. Ну, это действительно так. Но в очередной раз критика Трампа в целом ничему не привела, потому что котировки как держались на максимуме за последние 4 года, так, собственно, там и продолжают оставаться. Возможно, это начнет подбешивать, собственно, Трампа, то, что, несмотря на его угрозы предпринять определенные меры, чтобы воздействовать на ОПЕК, все равно страны ближневосточного картеля наплевательски относятся к его рекомендациям и, скажем так, к просьбе все-таки повлиять на текущие цены на нефть. Я думаю, что Трамп реально может что-то предпринять. Но самый, наверное, лучший инструмент воздействия – это смягчение риторики по Ирану. Не знаю, действительно ли мы сможем в итоге дождаться такого рода комментариев, хотя, наверное, вряд ли. Но мы не можем, собственно, знать все инструменты, которыми Трампа и администрация американского президента способна повлиять и воздействовать на страны ближневосточного картеля. Вчера, кстати, довольно интересные комментарии были обозначены со стороны президента Ирана Рухани, который сообщил о том, что при таком остром желании все-таки штатов ввести санкции против Ирана и такой политике явного, очевидного запугивания всех стран, которые работают в иранской нефти, все равно Иран продолжит поставлять на рынок черное золото, и, конечно же, поставки не будут сокращены до нуля. Это еще один сигнал, друзья, того, что не нужно переоценивать иранскую тему, в плане того, что без Ирана рынок окажется в состоянии дефицита больше, чем на 2 миллиона. Я думаю, что при самом оптимистичном сценарии не досчитаемся чуть больше 1 миллиона. 1 миллион – это не то чтобы много, это совершенно немного. Это ничтожный показатель по масштабам отдельных стран, имеющимся в свободно производственных мощностях, которые легко могут заместить эту выбывающую долю. Сегодня локальный фактор, который может изменить то, что на рынке происходит. Это запасы. Вышел вчера отчет от Американского института нефти, запасы выросли. И, может быть, сегодняшние официальные данные, хотя корреляция не выдерживается, она далека даже от 60-70% этих отчетов. Но все-таки, друзья, если запасы начнут расти, сейчас, скорее всего, спустя какое-то время с такой тенденцией мы будем работать, потому что традиционный осенний-зимний сезон, который характеризуется большим накоплением запасов. Я думаю, что у нас появится такая статистическая тенденция работать в среду с отчетом, который влияет на усиление позиций продавцов. Может быть, это начнется сегодня. Хотелось бы, конечно же, потому что на фоне таких высоких котировок нефти нужно уже охлаждать пыл покупателей очень высоко, они забрались, друзья. Поэтому рассчитываем, что либо Трамп какими-то конкретными действиями, воздействием на страны ближневосточного картеля с обвинением в манипуляции ценами, либо сегодняшний отчет по запасам все-таки усилит позиции продавцов. Рубль 65.87, поддержка налогового периода, который постепенно сходит на нет, еще пару дней выплат, но основные платежи уже прошли, спрос на рублевую ликвидность. Котировки нефти поддерживает, соответственно, по моим расчетам, друзья, уже в ближайшую неделю-две все вот эти факторы спроса на рубль должны сойти на нет. Поэтому снова повторяю, что текущие котировки по рублю, да даже уже когда мы оказались ниже 67, это прекрасная возможность для того, чтобы провести долгосрочную спекулятивную позицию, сыграв попротив российской валюты. Просто из-за сознания того, что рубль отвечает за развивающуюся экономику, находящуюся под самым большим ударом в случае усиления протекционистской санкционной позиции Трампа. Принцип доминос работает снова в очень ближайшем времени. И в целом мы пытаемся с вами фундаментально объяснить поведение рубля наличием реальных факторов внутреннего рынка. Но если уж совсем копнуть глубже, вы сможете убедиться с отсылкой на многих влиятельных экспертов, аналитиков, ознакомившись с их позицией, убедиться в том, что единственная причина, по которой рубль оказался на текущих значениях, это техническая коррекция, которая вот-то по оцветной реакции приводила к срабатыванию стоповых ордеров и принудительной, скажем, выжимки игроков с рынка. Но потенциал эта коррекция практически полностью ущерб. Доллар японская, иена, практически 113 мы уже сейчас видим по курсу данной валютной пары. Друзья, я все-таки предлагаю вам сегодня не залазить в рынок, учитывая, насколько мощными могут быть движения, насколько неясным фактически может быть исход текущего. Всегда не нужно, чтобы весь внешний шум постепенно потихоньку сошел на нет. Я предлагаю вернуться к трейдингу долларом, японской, иене, уже вот, собственно, под закрытие этой недели, когда у нас уже будет четкое представление на пройденном заседании Федрезерва о решениях, которые будут приняты, и четкое представление по озвученным и обозначенным планам того, что произойдет в декабре. Ничего страшного, что можно было взять, там, не знаю, фигуру по паре доллара, японская, иена, если бы мы, собственно, проявили активность раньше. 100 пунктов – это не та цель, за которой сейчас можно гоняться, потому что мы хотим с вами выжить из доллара против иены куда больше. Если все-таки постфактум текущего заседания Федрезерва появится возможность поднять валютную пару на откате, вот как раз это мы с вами и сделаем, тогда и потенциал профита будет больше. Но уверен, что риторика будет точно такой же, которую мы хотим с вами услышать. Это риторика, связанная с наличием оснований для Федрезерва проводить более жесткую политику, потому что тому способствует ситуация в экономике. Это сильный рынок труда и стабильный рост инфляции. Но вы знаете, то, что на такие отчеты рынок реагирует неоднозначно и борются одновременно и покупатели, и продавцы. Возникает серьезная волатильность, так называемая рыночная пила, которую лучше, работая с небольшими деньгами, пересиживать, конечно же, не находясь в рынке. Европейская валюта против доллара. Снова мы на пороге теста планки 1.18. Очень важный уровень, он не дается европейской валюте. Я повторяю вам, друзья, что открытие коротких позиций в диапазоне от 1.17.50 до 1.18.50 – это беспроигрышная сделка, потому что евро, думаю, будет проседать на контрасте политика. Мы накануне слышали комментарий Драги, который повторил, что пусть инфляция общепоказательной с потребительских цен растет, тому способствуют высокие цены на нефть. Но вот базовая инфляция, она по-прежнему далека от идеала, и рост базового показателя индекса потребительских цен более вяда. Также Драги отметил, что стабильный рост инфляционных ожиданий, он может быть сопряжен только с продолжением периода низких процентных ставок. Определенные, скажем, заявления Драги рынкам сначала не были учтены, но вот вчерашнее выступление Питера Прата, который возглавляет, скажем, аналитический кабинет Европейского Центрального Банка, главный экономист Европейского Центрального Банка, он чуть разжевал, опять же, и детализировал комментарии Драги. И вот как раз, ссылаясь уже на Питера Прата, мы получили еще один сигнал того, что Европейский Центральный Банк, оставаясь адаптивным все-таки регулятором, признает, что картина по инфляции далека от идеала. Поэтому и те инструменты монетарной экономической политики, мягкой экономической политики, они, скорее всего, будут сохранены в таком формате и дальше. Но под инструментами я подразумеваю низкие процентные ставки. Пока что про программу количественного смягчения мы не говорим, потому что там по дорожной карте все понятно. Европейский Центральный Банк планирует из нее выйти. Но я думаю, что если в конце концов в ближайшие недели развернута цена на нефть, тогда у того же самого ИЦВ не будет возможности, опять же, верить в рост инфляции на основании восстановления цен на нефть. Нужно будет говорить уже о рисках снижения этого индикатора. Друзья, по европейской валюте, я думаю, что тоже комментарий излишний. Я напоминаю, что мы рассматриваем евро с точки зрения долгосрочных продаж, очень перспективный инструмент, которому как минимум нужно присматриваться. Сегодня, безусловно, нас ждут активные торги, тоже мощная волатильность. Но в случае отработки долларом решения по росту процентных ставок, в случае роста выкрепления курса американской валюты, конечно же, риск окажется под давлением. Фунт против доллара 1.3173. Мы следим за тем, как собираются тучи над английской экономикой, как Англия фактически на пороге жесткой процедуры Брэкзита, выхода без доступа к единому европейскому рынку. Комментариев негативных у нас хватает. Соответственно, сейчас что-то новенького добавить в принципе нечего. Я надеюсь, что вы, друзья, все-таки смирились с тем фактом, что пока сама Англия не признает прогресс в переговорах по Брэкзиту, не нужно будет верить в положительный исход вот этого длительного политического процесса. Очень много комментариев, которые сейчас пестрят опять же тем, сколько английская экономика, сектора производства, сферу слуха, сколько сектор инвестиций потеряют. Этот, скажем, негатив, он взят не на пустом месте. Я думаю, что нужно смело готовиться к распродажам британца. Да, может произойти какое-то чудо, и Англия и Европейский Союз договорятся. Но насколько, собственно, сейчас далеки от компромисса стороны, я думаю, что этого лично мне более чем хватает, чтобы пока что ни в коем случае не покупать фунт, и даже несмотря на какой-то косочный интерес к этому активу, смотреть чуть дальше и видеть по-прежнему больше объективных рисков. Я жду фунт ниже отметки 1.30, друзья, и с учетом текущего фундамента нету ровным счетом ни одной причины, из-за которой можно было обозначать другие цели. Если сегодня после, точнее против британца сыграет еще и доллар, то потенциальный негатив Брэкзита будет усилен еще и давлением со стороны американского конкурента. По новозеландцу, уже отметил в начале брифинга, ждем 0.68, и ставка, которая будет опубликована сегодня в 0.00, а часов 0.00 минута в переходе на торговую сессию четверга, и прогнозы по экономическому росту может поспособствовать тому, чтобы мы с вами добрались до этой цели. По доллару канадцу все без изменений, мы ждем пару в районе 1.25, до этого уровня очень и очень много, но уверенность в том, что мы теоретически можем сделать эту цель, прибавляет опять же продолжающиеся переговоры по канаду. Соответственно, не нужно недооценивать этот фон, кто-то про него забывает, больше ссылаясь на перспективу роста процентных ставок, на то, как на канадца должна повлиять ситуация на рынке нефти, то, как на канадца должен повлиять доллар, забывая о том, что при сохранении Канады членства в рамках нафта и заключении все-таки соглашения, которое устроит всех, и США, и Канаду, фактически будет поставлена жирная точка вот в самом серьезном политическом риске для Канады. И эта точка позволит Канадцу показать настолько мощное движение, которое, в принципе, возможно, за несколько дней по диапазону хода превысит даже полтысячи пунктов. Поэтому я продолжаю верить, что доллар-канадец все-таки приблизится к цели 1.25, или сделает ее, и верю в довольно интенсивные движения Канадца по факту этих решений. Также хочется добавить, друзья, что у нас нет конкретного срока, нет конкретной даты, когда на рынке должны фактически быть объявлены новости о том, удалось ли договориться или нет. Ну, мне кажется, так еще интереснее, то есть торговать в преддверии чего-то, что должно произойти, но неизвестно когда. Поэтому, если вас устраивает позиция того, что Канадец реально должен вырасти на основании прогресса по нафту, на основании того, что цены на нефть сейчас явно еще не отработаны в плане роста, ну, вы должны быть солидарными с моей точки зрения и тоже так же, как и я, ждать пару долларов Канадец ниже текущих значений. Друзья, на этом, собственно, все. Завтра нам точно будет о чем поговорить. Будем подводить итоги заседания Федрезерва. Много будет новостей, я думаю, что очень много будет интересного в плане движения, потому что сегодня Федрезерв поднимет процентную ставку и будем надеяться, что этим решением воспользуется доллар для того, чтобы набрать большую высоту. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания.